В полуфинале конкурса лидеры России и Мальский район представят специалисты культурной и торговой сфер. Со вторым заданием, дистанционным тестированием, состоящим из трех этапов, смогли справиться только двое жителей нашего района. Они с достоинством прошли проверку всех интеллектуальных способностей и управленческого потенциала. Сервер Чехмар и Яков Скворцов рассказали о самом трудном задании, и им стал третий заключительный блок тестирования. И давалось по 20-30 секунд, когда дается график, ты не успеваешь прочитать задание, еще нужно проанализировать. Но, как выяснилось, это был тест на стрессоустойчивость. Я его прошел, но это было самое сложное. Ну а дальше было, конечно, уже больше психологические тесты на амбиции, на управление и тому подобное. Самый сложный, конечно, был последний этап, который проходили. Особенно психологическое тестирование. Там нет никаких правильных ответов. Даже сразу предупреждали участников, что нет правильных ответов. Надо отвечать, как думаешь. Поэтому это было очень сложно. 55 вопросов, на которые не знаешь, как отвечать, и приходится очень даже сильно думать. Впереди эрсаленских управленцев ждет полуфинал, который для жителей Уральского федерального округа пройдет в городе Екатеринбург. Сотни сильнейших управленцев соберутся в восьми федеральных округах в январе-феврале будущего года. Полуфиналистов ждет насыщенная программа обучения мировым трендам управления, решения бизнес-кейсов и неформальное общение с ключевыми лидерами федерального округа. На этом этапе эксперты оценят компетенции конкурсантов и дадут рекомендации по дальнейшему развитию. Победители.